Индейка по Коми в Сыктывдинском районе заработала ферма по разведению индюков. Фермерское хозяйство выиграло грант по программе Агростартап и теперь может осуществлять весь процесс производства. От инкубации яиц до убоя. Сейчас в хозяйстве около 300 пернатых. В планах расширение и выход на республиканский рынок. Когда вкусное диетическое мясо птицы появится на прилавках Коми, выясняла Ксения Осева. Характер у них очень разный, да. Есть очень активные. И вот круглосуточно надо следить за ними. Особенно днем, когда перед корняшкой. Несмотря на то, что сейчас в фермерском хозяйстве Александра Канева больше 300 подопечных, каждой индюшке здесь свой подход. Условия содержания, корм и даже температура. Чтобы мясо в конечном счете было сочным и нежным, важно соблюдать все условия. Заниматься разведением индюков фермер начал около года назад. Говорит, просто хотелось попробовать производить что-то необычное для нашей республики. Эксперимент не просто удался, но и превратился в настоящий пример для других фермеров в регионе. Соктудинские районы – это один из самых крупных сельскохозяйственных районов. У нас есть теперь и индивидуальные предприниматели, которые становятся опорными в целом по республике. Сюда могут обратиться и не только соктудинцы, но и предприниматели, которые занимаются подобным бизнесом, малым бизнесом соседних районов, и физические лица, которые держат дома у себя птицу. Инициативу предпринимателя поддержали. В июне Ипская птицеферма выиграла государственный грант по программе «Агростартап». Благодаря гранту на ферме появился современный мобильный модульный цех по убою птицы. Теперь здесь можно осуществлять все этапы производства высококачественного мяса индейки, включая инкубацию яиц, доращивание и откорм. Такие программы, как «Агростартап», она хорошо себя зарекомендовала и является, я думаю, неплохим подспорьем для фермеров, неплохой поддержкой. В рамках этой программы в этом году было выделено 25 миллионов на «Агростартапы» в республике. И эта поддержка будет продолжена. Маленькие птенцы благодаря правильному уходу уже через пять месяцев будут весить почти 25 килограммов. Главное – соблюдать технологию и экологичность процесса, говорит фермер. Производственные мощности хозяйство планируют постепенно наращивать, тем более, что и спрос есть. Мясо индейки уже успели оценить не только местные жители, но и гости из других районов республики. Сейчас как раз занимаемся вопросами, связанные с поставкой в магазины. Необходимый пакет документов нужно собрать, необходимое разрешение все получить. И вот в начале года уже, я думаю, что все мы доделаем и будем уже, дадим возможность уже в магазине приобрести. Новая ферма позволяет выращивать до тысячи голов в год. Это около 10 тонн мяса. Потенциал у хозяйства есть, ровно как и желание самого предпринимателя развивать дело дальше. А значит, у диетического и полезного мяса индейки из Коми есть все шансы со временем стать еще одним гастрономическим брендом республики. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юргенцык, Тывдинский район.